Это похоже на двигатель Лады Гранты. Все, мне сейчас пипец. Я угадал. Короче, я бы пробежал сюда. По-любому сюда. Ну что, всем привет, дорогие друзья. С вами Элюха Зверио. И это единственное игровое видео на игру Alien Isolation. Я уже прошел ее процентов на 85 или 90. И предлагаю со мной пройти все оставшиеся, к примеру, 3%. Не буду делать серую игру, просто хочу один раз для вас записать. И если понравится, будем делать так по одной игре. Не очень часто, но чтобы было. Это, можно сказать, практически, наверное, финальная миссия. Так, небольшая предыстория. Это происходит 15 лет спустя, помните, после того фильма, когда Эллен Рипли сражалась с чужими, а потом улетела на каком-нибудь там челноке. И это ее дочь Аманда пришла найти, типа, черный ящик с того корабля. И чтобы узнать, что произошло с ее мамой. И вот тут-то началась вся эта история. И я вот в прошлом миссии взорвал реактор. Я-то думал, что все чужие уже все улетели. Мы их там отравили в какой-то капсуле в космос одного. Оказалось, что здесь есть что-то целое, типа, как гнездо их. И вот мы взорвали реактор. Получилось, что гнездо уничтожено, а штучек 5 или 6, а то и 10, наверное, убежало. Сейчас мне нужно будет пройти... Вот, видите, на этом на радаре видно. Где-то там ходит эта штука. Игра нарисована вообще просто потрясающе. Но на PlayStation 4 идет прям изумительно. И вот эффекты, когда ты играешь ночью, то все прорисовано прям идеальнейше. У вас сейчас может быть немножко темноватая картинка. Потому что я играю в телевизор. У меня яркость, в принципе, практически на максимум. Я мнукчую вижу. А перед этим посмотрел как раз как все это смотрится в записи. Ну, получается немножко темная картинка. Но зато она передает прям вот... Когда черное, оно прям черное. Совсем. О-оу. Где-то чужой здесь. Бродит, ходит. Вон там. Под потолком. Так. Давай сейчас пройдем. Мне вот нужно, знаете, куда попасть? Я иду, чтобы сохраниться. И мне нужно попасть вот сюда вот. Найти скорую в госпитале. Чтобы там что-то сделать. Общий где-то хронометраж игры. В районе. Чувак такой. О-оу. У меня чувак. Давай-давай-давай, открывайся, открывайся. Я, конечно, чувак увидел. Давай-давай-давай. Жанр игры называется survival horror. Что в переводе можно... Я бы перевел, как, наверное, выживание в ужасе или ужасное выживание. Я вот вся игра, вот знаете, такая на пределе, когда подходит какой-то робот. А если меня робот поймает, то здесь... Я отдачу время колбанги. Его убить можно? Но... О-о. Его убить можно, но у меня уже нету... По-моему, оружия. А-а-а, зачем я вылез, блин? Я, конечно, не то нажал. Я, конечно, не то нажал. Ладно. Все, мне пипец. Здесь мы сейчас только... Короче, я сохранюсь быстренько. Потому что... Это очень стрёмно. Короче, хрометраж игры. Я отлёгся. В районе часов 12. А может, ты не поймаешь. Мне кажется, он меня заметил. Мне кажется, он меня... Да. Меня заметил. Сейчас мы вырвемся. Мне в него стрелять нечем. Вот самое интересное. Потому что... Ну, убежать от него можно. Он ходит. Медленно. Но если я буду очень быстро бегать, то происходит такая штука. Короче, надо будет сейчас... Загружаться. Потому что... Меня убили. В начале игры было очень страшно. Когда ты ещё ни разу не видел этого чужого. И... Он там где-то выползает. И ты от него... Где-то бегаешь, прячешься. Ныкаешься по шкафчикам. Ооо. Ну, кстати, сохранение помогает. Оно сбрасывает... Типа, всю эту предысторию, когда он за мной шёл. Отлично. Здесь сразу чужое ещё, видите. Можно, кстати, фокусироваться. Типа, на датчике. И на дальности. У меня очень понравилась фишка. Как они придумали с камерой, которая отдельно продаётся. PlayStation Camera. Там, сори, вся в чём? Ты её ставишь перед телеком? Так, чё там? Чужой там? Где товарищ Android? Вот он, товарищ Android. Как же мне надо? Я бы до шкафчика дошёл. Понятно, это не шкафчик, ни хрена. Окей. Здесь можно прятаться вот здесь, вот под столами, в шкафах, в маленьких ящичках. Так, куда мы идём-то? Выходим мы направо. Главное не шуметь. И постоянно смотреть на прибор. Таран, таран, таран. Я очень люблю точки сохранения, потому что... Верятно, с ними ты себя чувствуешь как-то увереннее. А вот здесь непонятно, кто откуда выйдет. От чужого пока нету. Я бы сейчас с радостью сохранился. Сохранение у нас впереди находятся. Здесь патрончики. У меня места нет уже. Здесь можно крафтить разные инструменты, типа как взрывающиеся шашки, звуковые, световые шашки. Сейчас мы сохранимся. Ого. Это вообще самое спасение. Ого, что-то я не то нажал. Надо было перезаписать игру. Иначе это... Плохо будет. Так. Еще классно, что в джуйстике раздается сигнал как раз от включения прибора. Он дублируется. То есть я его слышу и в наушниках, и слышу его также вот здесь из джуйстика. Очень классно все. Передается. Вот. Насчет PlayStation камеры. Сейчас, сейчас, сейчас. Где-то он... Где-то он рядом. В общем, где-то сверху лазит. И в игрушке главное не стрелять, а типа с головой ее проходить. Здесь видите, сколько всего есть дробовик. У меня, правда, там уже по нулям. Одна патрона в револьвере. Она мне вообще не поможет. Чужого убить нельзя. Фаеры. Вот дымовая шашка. Есть большая бомба. Коктейль молотова есть. Смотрите, какой. Тух. Мы его сейчас лучше спрячем, а то меня запарят. Че там? Окей. Мне надо было... Че здесь такое? Нет, устройство взлома слишком примитивное. О, карта. Так, это че такое? Вот он идет, короче. Чужой. Самое сложное в игре было... Мне кажется, он сейчас зайдет сюда. А ну-ка. Не, где-то поверх ходят. Я-то его в наушниках слышу. Самое страшное было внизу, там, где гнездо этих чужих. Че-то я не понял. Где-то сверху ходят. Я не знаю сейчас, вырезать, не вырезать. Но еще ему зона вот эта нагнетается. А внизу их было... Очень много. Там типа штуки 3 или 4 было. Этих чужих. Конечно, надо найти прибор. О. Вот этот. А, музон вообще жесткий. Так. Я пока вот здесь все-таки еще полежу. Так. Дверь открывается по-разному. Можно их вырезать. Можно так вот взламывать. Взламывается ты левым джуйстиком. Короче, находишь сигнал. А правым джуйстиком должен вот эту комбинацию. Че-то, мне кажется, я уже не успею. Так, потом крестик. Вот, видите, не успел. Это я с самого начала уже понял. Сейчас еще больше этих сигналов и все меньше времени дается, чтобы их взломать. И при этом левый джуйстик трогать вообще нельзя ни в коем случае, иначе все собьется. Доступ разрешен. Окей. Мне кажется, один. Меня все пытаются спасти. И я пытаюсь спастись. Вообще, Аманда попадает в всякие... Рипли это фамилия. Зовут ее Аманда. Какие-то неприятности. Кто-то кого-то спасти. Кто-то еще сделать. Сейчас я даже не знаю, к вам летим. Я уже потерял уход истории. Потому что постоянно когда ты что-то идешь, что-то делаешь. Кого-то убиваешь. В середине игры вообще отнимают оружие. И... Чувак, ты должен без оружия там где-то прятаться. Я так понял, в другую часть станции я полетел. Во. Насчет PlayStation камеры я вам так и не дорассказал. Ставишь ее перед телеком, и в игре присутствуют вот две настройки с этой камерой. Значит, первое, это насчет звука. Когда ты сидишь в ящике или где-то прячешься, там чужой ходит, или Android, или человек, на станции тоже есть люди, если ты в комнате сделаешь какое-нибудь такое движение, типа... Или будешь кашлять, чихать, или что-нибудь там... Привет! Камера это услышит, так как там есть микрофон, и тебя запалят. И второе, это... Получается, когда ты прячешься и из шкафчика поворот головы. То есть, когда смотришь там налево-направо, камера отслеживает положение твоей головы и, соответственно, повторяет все это уже в игре. Окей. Опять я на станции. У-у-у, моя любимая тема сохранения. Ну, корабль нарисован прям четко. Игрушка 2009-го хотел сказать года. Октября 2014-го, потому что она довольно-таки новая. И я смотрел, многие даже пи-пи-ди-пай прошли уже. Я невнимательно смотрел, может, один выпуск. Но мне понравилось. То, что многие сравнивают это с... Этам... Где там? Слендер. Забыл, как игрушка называется. Страшная такая тоже. Там можно не воевать, а там главное на устрашение. Так, куда мне идти-то? Я сохранился. Окей, сейчас мы удалим. Так, включить систему андеседуры. Как мы это сделаем? Окей, что такое? Фонарик у меня есть. Так, что у нас тут находится-то? Что надо делать? Походу, тут ничего не надо сделать. А, вот, туда мне надо найти. Окей. Вроде пока никого. Свет, смотрите, по свету. Одинный респект, прям атмосфера очень крутая. Очень классно сделали. Ладно, больше не буду говорить, что круто сделали, потому что игра бомбовская. Всем советую. Если вы в нее не играли, я купил на распродаже в PlayStation Market. У меня даже ножки есть. Смотрите, ножки. Можно бочки катать. А фонариком лучше всего поменьше пользоваться и почаще пригибаться. Потому что фонарик привлекает внимание и шаги. Что-то там вообще не видно. И шаги привлекают внимание. Какой-то мы все пробираемся. Но здесь походу чужих нету, потому что я уже привык по ходу игры. Если нету мест, где прятаться, значит можно не бояться. Хотя все возможно. Что-нибудь тут замутят. Непонятно. Так. Ну вот компьютеры есть. Поначалу надо было много читать, находить коды. Я их даже записывал отдельно. Получен сигнал. Что-то техника. Вот видите 4510. Ну давайте послушаем. 4510. Вроде простенько, но зато интересно. Ну да, это хреново, что компьютер стоит вот здесь, а код мы выйдем сюда. До этого было по-другому. Так. Ну походу вот что-то мы запускаем реакторы. Раз. Здесь надо три раза это стандартно во всей игре, чтобы запустить какой-нибудь реактор. путем. Ее. Одну тему запустили. Давай вторую. Раз. Два. Ну самое интересное, конечно, прятаться от андроидов, от чужого. Там очень сложные миссии есть. Так. Короче, запустили какой-то процесс нереальный. Что мне дальше делать? Убегать отсюда или распределение энергии включить систему. Пока еще ничего не надо делать. Так. На датчике пока чисто. Но я бы отсюда уже пошел. Так. Дальше мы вдруг... Окей, окей. Так. Как мне отсюда выйти-то? А, вот, смотрите, какая штука появилась. Сейчас мы взломаем. Здесь нужно тоже такая мини-игра попасть в эти поля. Сейчас это легко сделать. А вот когда сзади тебя бродит какой-нибудь чужой или какой-нибудь андроид, тебе нужно быстро это сделать. Вот здесь уже начинаешь просто запакивать. Такой звук еще нереальный, как будто реально космический корабль включается. по идее я уже в большей части Гэп прошел. Чему я несказанно рад. Куда мы дальше идем? Я включила основные системы корабля. Двери должны быть открыты. Надеюсь и свет будет. Марлоу нигде нет. Но самый сок... Привет, Риф. Добро пожаловать на БОК. Марлоу? Где ты, Марлоу? Марлоу походу чувак который уже погиб и он типа роботом был. Спасибо, что включила питание. Теперь не придется делать это самому. Я отключил корабль ненадолго. Надо было тут кое-что сделать. найти найти Марлоу. Где будем его искать? Так, найти Марлоу. Там значит идем и там дверь уже должна быть открыта. Пам-пам-пам. Так, налево. Да, налево. Совершенно верно. Вот сюда. Давай. Отлично. В команду ко мне не желаешь? А то вакансий много. Витли. Марлоу обманул меня. Обещал дать информацию о существе, чтобы я сообщила компанию. О-оу. Все, мне сейчас пипец. Я угадал. Отлично. Отлично. Илюха не сохранился. Попытка номер ту. Потому что надо было сохраниться. Это золотое правило этой игры. Что-то сделал. сохранить. Иначе как видите маленький такой монстрик. И все нарушил. Все потому что надо было идти не налево. Надо было идти прямо и к пункту сохранения. Так, что у меня есть? У меня есть болтер. Это такая хрень, которая болтами стреляет. Очень неинтересно. Про дробовик у меня не остался. Дымовая шашка. Мина. Коктейль молотова. Шокер. Я даже не знаю чего выбрать. То, что огнемета нету револьвера у меня. Одна штука. А вдруг не попаду. Ну ладно, давайте попробуем. Сейчас будешь стрелять, набегут чужие. я обещал дать информацию о существе, чтобы я сообщила вам ну что, ты где? Тейлор? Тейлор? Марлоу, что ты делаешь? То, на что у других смелости не хватает. Где ты? Приходи ко мне, Вильки. У меня есть кое-что. Где ты? Маленькая штука. Так. О, привет, маленькая штука. Промазал. Не убежал, но промазал. Так, тогда будем кидать коктейль Молотова. Но делать нечего. У меня одна пуля. Отлично. Отличнейше. Я прям угадал. Требовик надо. Мне кажется, надо еще одну такую штуку сделать, потому что дальше уже идти опасно. Здесь, видите, такой крафт, короче. Нужно все эти компоненты искать, а потом сделать из этого... Так, нет. Болтер не то. Хотя ладно, давайте с болтером пойдем. Мне кажется, здесь опять такие штучки должны быть. Этанол. О, компьютер. Мне уже страшно, когда эти могут выпусти из каждого угла. Что-то интересно. Севастополь, запись в журнале. Аудио. Ну, послушаем. Батарейки главное не посадить. Взломаем. Так, получим код. Окей. Раз, два. Какой-то легкий код. Напоминаю, что в этом случае по закону станции прочитается процент от награды. Так, свет. Ну, что, марлу почти нашли. Да, чтобы чужих не было. Много. Отлично. Обожаю темноту. О, другое дело. Тут как-то в темноту не очень хочется входить. Здесь еще смотрите, как можно где-то прячется. Выглядывать можно. Так, шприц. Окей. Где что? Да будет свет опять? Вот, другое дело. Что-то со светом здесь не очень хорошо. Я пытался спасти Фостка. Привез ее на Севастополь. нарушил все возможные правила. Повел себя как дурак. Так, это где? Эту твань нельзя победить. Я бы сейчас сохранился. Никак. Лучше с ней просто не встречаться. Надо уничтожить все следы. Как будто ничего не было. Я бы сохранился, ребят. Потом что-то неохота все это идти. человечество потому что иначе погибнут ваши все. Столько мини-игр. Так, получим код. Доступ разрешен. Где же отлично. Я с одним болтером извините, не справлюсь со всеми желающими. Пытался этим болтером однажды убить робота, нифига не получилось. Только вот робота хорошо с дробовика снимать. Здесь не поймешь откуда они поползут и поползут ли они вообще. Что там звуки какие-то. О! Вот это вот моя любимая тема. сохранится. Значит сейчас будет какая-то жесть. Так. Вот она налево-право. Пока неизвестно. Ну-ка так вниз идем, идем. Ну ладно, еще болтером буду защищаться. Использовать терминал. Так, что тут? вот это походу. Посмотреть данные. Локализация полная. Так что все в компьютерах, все на русском языке. Вот, разобраться можно. Понятно, какая-то ставка прям. добавлено личное сообщение. Походу придется уже бежать. О! Это уже весело. Понимаешь? Это уже весело. я тоже могу так сделать с этой стороны. У меня есть гаечный ключ. Мне кажется, нам теперь надо просто отсюда валить. Сейчас что-нибудь включать будем. похоже на двигатель лады гранты. Я думаю, что там внутри все так же выглядит. Просто походу надо было все это быстрее делать. А я слишком долго. Значит, все-таки на время здесь нужно обращать внимание. Давай, я уже готов взламывать. Давай, 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 давай. Отлично. Вот он, сигнал. Так. Я тут думаю, что с одной попытки все должно быть. Так, это мы сделали. Ну и финально переключаем что-то. Опа. перегрузка термоядерного реактора остановлена. Я хотел сказать отключена. Слава богу, у вас получилось. Ну все. Разно? Погодите, что-то происходит. Что-что-что? Я не понимаю. Чужие. Счастная ошибка. Тасканда, отказы серпы системы. Марвус закоротил все системы корабля на реактор. Сейчас рванет. Что, бежим? Так, что нам? Пока еще ничего. Вау. Ну, крутяк, крутяк. О. Спастись. отлично. Вау. Вот это вот, тут я понимаю уже, Battlefield какой-то. Вот это красиво. Вот это круто. Чужой будет по-любому. Вау, вау. Так, окей. да, да, прыгал. Чуть-чуть-чуть-чуть. Что-что-что-что? Вау. Вау, это как так? Это куда так? Крутяк. Смотри, какой огонь. Натурально. Ну, круто, круто. Так, окей. Я бы, как всегда, сохранился. Вот это. Здесь, видимо, сделано все на эффект. Эффект. Так, что у меня? Болтер с собой. Короче, я бы пробежал сюда. Кривому сюда. Так, а что? Ладно, сохраняться уже не будем. Фиг с ним. Я тоже так думал. Так, запускаем. Валим отсюда. Валим. Послание, я бы получил реприз. Ну, отлично. Ребят, все, наверное, больше не буду записывать. Спасибо, что погоняли со мной. Посмотрели на игру, что это такое. Я вот всем советую такую штуку посмотреть для себя. Вышел на улицу, захотел вам показать. Смотрите, какая красота станция солнца. Хотя, может, это и не солнце, это, может, другую какое-то светило. Даже не помню, что это за планета такая. оптиков флэйрс. Классно сделано. Ну, за игровой процесс пятерочку, пятерочку, прям ставлю. Пятерочку. сейчас мы уже доберемся. По идее, с чужими больше сражаться не будем. Потому что у меня уже правда не осталось патронов. Я только для револьвера еще один патрончик нашел. Ну все, давайте, бывайте, я пошел заканчивать игру. Пока. Сейчас я только лакую.